На этой неделе предприниматели России отметили свой профессиональный праздник. Решение установить профессиональный праздник, День российского предпринимательства и отмечать его 26 мая, было принято Владимиром Путином в 2007 году. Таким образом был учрежден еще один профессиональный праздник. Хотя, как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. О том, как развита предпринимательская деятельность в нашем районе, продолжит наш корреспондент. Сегодня Башкортостан входит в десятку лучших регионов России и устойчиво занимает место в тройке регионов-лидеров по основным показателям деятельности малых и средних предприятий. В малом бизнесе занято более 450 тысяч человек, которые обеспечивают 20% оборота республики. Радик Сайфулин после окончания медицинского института вернулся в родной район и начал свою трудовую деятельность. Но вскоре осознал, что население района нуждается в более качественном и доступном лечении в области стоматологии. Отсюда и возникла идея открыть частный стоматологический кабинет. Сегодня он успешен частный практикующий доктор. 12 лет отработал я в поликлинике. Начинал с лечения, с удаления, постепенно протезирование. По просьбам населения это, скорее всего, произошло. Потому что люди просили, когда вы вставляете зубы, потребность очень большая была в населении. И вот такая мысль зародилась. И на базе участковой больницы, в общем, был маленький ортопедический кабинет создан, то есть протезный кабинет. И вот с 89-го года я занимаюсь ортопедической стоматологией. Теперь у него каждый день многочисленные клиенты. Ведь поликлиническая помощь не может в полной мере обеспечить растущие потребности населения района в протезировании зубов. Приходится стоять в больших очередях, надолго ждать. А здесь прием пациентов организуется в живой очереди, по записи через телефон, что позволяет вести прием в удобное для клиента время. Необходимо отметить и то, что доктор использует в работе современные турбинные бормашины, качественные импортные материалы, которые позволяют привлекать большее число клиентов. Да и сама уютная домашняя обстановка и доброжелательные отношения врача дают свои результаты. ЦРБ – это все-таки государственное учреждение. Там свои графики работы, определенный регламент, бюджетные рамки. То есть на что выделили деньги, то и приобретают. А текущий доктор, я, например, имею возможность принимать в удобное для клиента время. Понимаете, вот телефон, все, позвонили, они говорят, я работаю до пяти, в пять часов все закрывается, я не могу. Пожалуйста, шесть часов можно назначить. Это раз, вот удобный график для людей. То есть запись по телефону и работа. И второе, я более, как я уже сказал, гибко и оперативно реагирую на появление новых материалов, технологий. Где-то не реже одного раза, двух раз в месяц я езжу в Уфу, в столицу. Там у нас магазины специализированы, которые стоматологические оборудования, материалы продают. Там ознакомлюсь, смотрю, что можно применимо к нам, по нашим условиям, по моему кабинету. Сейчас у Радика Сайфулина есть наработанный опыт и большой практический багаж знаний. Он уверен, что целеустремленность и настойчивость, как необходимые качества предпринимателя, помогут успешно продолжать свое дело. Сегодня трудно представить нашу жизнь без современных технологий. Поэтому о необходимости магазинов, где можно приобрести современные компьютеры по приемлемым ценам, говорить не приходится. Рустам с юных лет занимался радиоэлектроникой. Это его большое увлечение. Он постоянно помогал друзьям и родственникам ремонтировать бытовую технику и настраивать компьютерные программы. Со временем его любимые занятия переросло в собственное дело. Два с половиной года назад своими силами он открыл маленький магазин. Теперь он один из успешных молодых предпринимателей района. Вообще с детства увлекался компьютерами. С класса восьмого, наверное, была мечта поступить в институт. Именно на специальности, связанные с компьютерами. Ну, так и получилось. В итоге, ну, как возникла идея открыть магазин. В Акяре был компьютерный магазин, но цены там были очень дорогие. У нас ценник самый дешевый, ну, даже в сравнении с Сорском, с Сибаем дешевле. Даже если дороже, то ненамного. Ну, вообще ориентируемся на цену фимских магазинов, ну и качество. Компьютеры, ноутбуки, принтеры, ЖК-телевизоры и другая оргтехника. В магазине «Матрикс» осуществляет и сервисное обслуживание. План на будущее – расширение магазина. А когда-то все начиналось с нуля. Были кредиты, дорогая аренда и борьба за клиента. По Хайбинскому району это вполне приемные цены. Самые низкие идут. Это в районе 100 километров. То есть Сибай, Гай – это у нас, получается, самая дешевая цена. Занимаются. У нас также клиенты идут, как из Зелаяцкого района. Постоянно приработанные клиенты. Также идут и уже появились в Первой Восточке, скажем так, в Саренбургской области. Мы занимаемся как ремонтом, обслуживанием техники полностью, всего оборудованного, что есть в Североптехнике, всего спектра Восточка. Болков боятся в лес не ходить, говорит молодой предприниматель Рустам Тугузбаев. В отличие от внуки своих сверстников, которые хотят, но не осмеливаются открыть свое дело. Останавливаться на достигнутом он не собирается. У Рустама еще много нереализованных идей, которые пока он предпочитает держать в тайне. Остается лишь надеяться, что в скором времени идеи Рустама выплатятся в жизнь и еще не раз порадуют население района. По словам начальника отдела экономики района Наиля Байгускарова, на сегодняшний день в Хайбуринском районе зарегистрировано более 600 индивидуальных предпринимателей. Более 100 юридических лиц, которые относятся к субъектам малого предпринимательства. Как и прежде, ведущие позиции в отраслевой структуре малого бизнеса занимают оптовая и розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Степень влияния малых предприятий на социально-экономическое развитие района постоянно увеличивается. В администрации района была разработана программа развития предпринимательства. Она называется развитие и поддержка малого предпринимательства в муниципальном районе Хайбуринского района за 2010-2011 годы. Основной целью программы является повышение темпов роста малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития района, а также обеспечение населения товарами и социально значимыми видами бытовых услуг. Основной целью программы является увеличение рабочих мест и общий рост социально-экономических факторов. Бизнес – непростое дело, любит предприимчивых, активных людей. Отрадно, что количество таких людей с каждым годом увеличивается. Значимым толчком является поддержка, оказываемая со стороны руководства. Об этом свидетельствуют различные программы, направленные на поддержку и развитие предпринимательства. Совсем недавно и на заседании Госсобрания Республики Башкорстан было отмечено, что большое внимание будет уделено принятию мер по созданию конкурентной среды, раскрытию рынков, устранению административных барьеров, обучению и информированию предпринимателей. Остается лишь надеяться, что все принимаемые меры будут способствовать дальнейшему развитию предпринимательства как района, так и республики. Фаниля Баширова, Зефар Алибаев, Филинер Крымгожин, Служба новостей. Сегодня Всероссийский день библиотек. Этот день по праву является также профессиональным праздником российских библиотекарей. И в честь этого праздника вчера в районном Доме культуры прошла и встреча. Мероприятие стало к давным итогам работы всех библиотекарей района. Некоторые были отмечены грамотами и денежными премиями районной администрации. В нашем районе 27 сельских библиотек, центральная библиотека, центральная детская библиотека и модельная библиотека в селе Бурюбай. Общий фонд насчитывает более 450 тысяч книг. Привлечены более 20 тысяч читателей. Сегодня в веке компьютеризации практически во всех центральных библиотеках есть компьютеры, где оказываются услуги по выходу в локальную сеть. На нашем празднике сегодня присутствуют наши ветераны, которых библиотечная система 15. Среди них есть и заслуженные работники культуры. Также представлена выставка работ наших библиотекарей, потому что каждая библиотека ведет клуб по интересам. Это клуб «Хозяюшка», клуб «Моя семья», клуб «Подружки», где занимаются рукодельем, вышивкой, привлекают людей, особенно ведут работу с так называемыми семьями риска, привлекают женщин к таким публичным мероприятиям, выступают с концертами, выезжают. Тут же в этих клубах у «Хозяюшка» идет и работа женсовета. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»